Ну, наконец я примеряла этот нереальный бюджет, просто безумно, как бы 40 лет. Само люблю такие платья, халаты, платья, рубашки носить именно с классическим бюджетом. Очень милая, нежная платьица на лето, на весну. Ребятки, всем большой привет. Посмотрите, я прям в блузе из предыдущего ролика на улице Настоящая Жара. И я приехала на секонд-хенд. Это тот же секонд-хенд, который я вам показывала ранее. Классный секонд-хенд на Лесе Курбаса. Надеюсь, что в следующий раз мы с вами попадем куда-нибудь в баул. Пока никак не могу туда добраться, но очень надеюсь, что это свершится в следующих роликах. А пока давайте посмотрим, что же классного есть на этом секонд-хенде. Сегодня, нет, не воскресенье, сегодня пятница. И получается последний день завоза, а значит 70% скидки. И прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень-очень, ну очень приятно. Пошли со мной. Так, вы не поверите, но по-моему я нашла очень красивый укороченный жаркет. Вы знаете, что сейчас многие укороченные жаркетки. И сына у него 300 грамм. Это черный, рассмотритель. Очень много разных номеров. Ну что, я уже в примерочной. И вы знаете, людей много, но на самом деле в последний день тоже можно что-нибудь отыскать. Я, конечно, многие вещи выбрала в разделе люкс, потому что там, где минус 80, там, ну вообще сегодня как-то все плохо, не очень. Но, тем не менее, есть что посмотреть. И хочется начать с верхней одежды. Начнем с такой вот куртки удлиненной, даже можно сказать тренча, с такой вот кожаной выделкой от бренда MIM. И стоит она не дешево, но еще минус 20%. 550 гривен, минус 20. Ну, я вам скажу, очень неплохое такое пальто, тренч. Единственное, что мне не хватает конкретно роста. Вот если бы я была высокая, я бы его забрала, потому что даже карманы мне посажены очень низко. И здесь есть шлевки для пояса, но в комплекте, к сожалению, пояса нет. Поэтому я думаю, что с ними можно поторговаться. Обязательно приходите его примерить, потому что он прям добротный, классный, качественный тренчик. И мне нравится, как выполнены эти вставки. Вот он такой недешевый, он сделан так, как надо. Поэтому присмотритесь к нему, возможно, он кому-нибудь из вас отправится. Даже вот так с классическими брюками смотрится очень хорошо. Сюда бы еще какие-то массивные такие уродские кроссовочки аглы или такие армейские какие-то ботинки. Было бы вообще вау. Ну, наконец, я примеряла этот нереальный пиджак. Рукава-фонари, супер актуальная модель. Я показывала вам такие и в Заре, и в магазине BeFree в своих прошлых, предыдущих роликах. Если вы не видели, обязательно пересмотрите. И там они стоят, конечно, сумасшедшие денег. Поэтому я очень удивилась. 300 гривен минус 20%. Это вообще вот такая вот цена за такой красивый пиджак. Потому что здесь сложный крой. Но как бы это не просто какая-то там ерунда. Если вы где-то здесь рядышком живете, его срочно нужно забирать. Еще и в размере XS. Безумно красивый воротник. Под какие-то джинсы, бананы будет вообще супер актуально. Ну и так с черными брюками тоже очень неплохо. Вот хорошая находка, правда. Очень удачный. И он вообще в новейшем состоянии. Просто в идеале рассмотрительную дверку. Так все красиво сделано. Подклад. Дополнительная буговица есть в комплекте. Ну и совершенно новый пиджак. Пользуются какие-то смешные. Далее потрясающая удлиненная такая футболка. Из кожзама. Она в размере SM, я так подозреваю. От итальянского бренда Everis. Everis. Не знаю. Но в общем совершенно новая. Стоит она 350 гривен минус 20%. Перемеряем. О, ну я в восторге. Это так круто. Эти необработанные швы, края. Спереди она короче. Сзади длиннее. Такая вся жмаканка-пожмаканка. Мне кажется весь прошлый сезон мы провели под лозунгом Я в кожзаме. Потому что все бренды представили изделия из кожзама. На подиуме их было миллион. Это супер актуальная вещь. И ее 100% надо брать. Это смотрится настолько дорого и красиво, что просто нет слов. Обязательно напишите, как вам в комментариях. Мне безумно понравилось. Так, что-то очень красивое. Это такой вот сарафан Макси в цветочный бренд. Стоит 450 гривен. Он в размере N. У меня, скорее всего, будет большой. Но тут такой фасон, я думаю, что можно попробовать. Привет! Минуточка эротики. Такой пуляжный конкретно. Сарафан. Здесь безумно красивая спина. Я не знаю, как мне вам ее показать. Но просто поверьте на слово, что это офигенно красиво. Иногда на секонд-хенде можно найти не столько красивые вещи, что просто хоть стой, хоть падай. Ну вот как такая красота лежит просто на секонд-хенде. Просто посмотрите, какая здесь спина. Это так красиво. Где-нибудь на острове Бали можно пошастать. Далее еще один сарафанчик. Обожаю я вот такое вот смешение разных фактур, тканей. Это очень актуально сейчас. Цена 350 гривен, минус 20%. Расцветка класс. Очень неплохой сарафан на жару. В таком вот деревенском стиле. Нравится расцветка. Нравится вот эта вставка из кружева. Жаркое-жаркое лето. Мне кажется, это очень неплохая находка. Не помню, сказала или нет. Сарафан стоит 320 гривен. Это какой-то неизвестный для меня бренд. Но сарафан из натуральной ткани. Поэтому на жару, мне кажется, это самое-самое то. Очень крутое платье. Вот H&M. Вот это Марсала. Такое платье, рубашка. Очень красивое. Под пояс. С натуральной тканей. И оно стоит 350 минус 20%. Девчонки, на меня, конечно же, эта штучка огроменная. Я ее взяла специально, чтобы показать вам. Я безумно люблю такие платья, халаты, платья, рубашки носить именно с классическими брюками. Вот в таком вот сочетании. Для меня это как-то очень женственно, очень элегантно. Одновременно небрежно. И вот когда вы в городе носите такие вещи, мне кажется, это очень актуально. И сразу непонятно, что вы за модой следите. Вот даже под какие-то лоферы, на низеньком, под какие-то удобные, такие массивные сандалии. Это очень красиво. На мой личный взгляд, я хочу напомнить, что я не стилист. Просто это мое такое восприятие моды. Но у нее очень красивый цвет. Это безумно приятное к телу ткань. Если вы вдруг в 42-м размере, заклинаю вас ее прикупить. Она очень красивая. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, сочетаете ли вы такие платья, рубашки, платья, халаты с классическими брюками, с длинными брюками в пол. Мне очень интересно. И даже с клешными джинсами. Просто было бы обалденно. Далее платье от Varanda Garcia, size M. Немножечко такое а-ля zebra print. Очень интересное платье. Стоит 350 гривен, минус 10%. Ой, ну, минус 20. Минус 20, девчонки. От синего ценника минус 20%. Ну что, это платье с подкладом. И, конечно, они что-то тут намудрились со шлейками. Потому что мне конкретно не подходит. Ну, такое очень милое, нежное платьице. На лето, на весну. Почему бы не прикупить? У него хорошая расцветка. Такая достаточно актуальная расцветка, можно так сказать. Но это синтетическая ткань. Поэтому, если вы не уважаете синтетику, то это точно не для вас. Последнее, что мы примерим на сегодня, совершенно базовая платьица из Денима, которую каждый год мы можем встретить и в Бешке, и в Традивариусе, и в Пуллинг Бир. Они висят постоянно, везде и всюду, платье с коротким рукавом. Стоит такое платьице 350 гривен минус 20%. Но, думаю, будет велико. Какое милейшее платье из Денима. Кстати, сам бренд называется Деним Энд Ко. Я не знакома с этим брендом, но оно не такое уж и большое, я вам скажу. Очень приятное, классное летнее платье под кеды, под конверсы. Да с любым ходом, с низким. Будет просто супер. Даже погулять где-нибудь с ребеночком, если бы мама, приятнейшая. Очень хорошее платье. Нравится, как сидит. Даже в таком размере. И ничего бы не меняло. Мне нравится, что оно не прям так вот впритык. Вот именно для ношения с кроссовками как раз самое то. Обязательно напишите, как вам такое платьице. Мне прям очень нравится. Вроде бы все так просто, но Деним всегда актуален, поэтому вот такие модели точно нужно брать. К сожалению, уже не успеваю примерить вот такую вот кофту с баской. Стоит 250 гривен. И она безумно интересная сзади. Сейчас я вам покажу. Сзади у нее вот такая вот басочка с надписью Асан. Она немножко синтетическая. И лично меня смущает вот этот бант. Если бы здесь не было, я бы точно его примерила, потому что очень красивая спина. Но, к сожалению, уже просто не успеваю, но вам все равно хотела показать. Каждый раз хочу сказать об этом и постоянно забываю. Девчонки, на секонд-хенде есть целая стойка с большими размерами. Если вы крупной красоты девушка, то вы обязательно найдете что-нибудь для себя на секонд-хенде. Здесь целые ряды. И вот именно в этом секонде на Лесе Курбаса огромнейшее количество интересных и рубашек, и платьев больших размеров, и курток, и футболок, и даже купальников. То есть все это вы с легкостью найдете здесь. И на эти вещи точно так же скидки и 20, и 30, и 40 процентов. Сегодня на эту стойку была скидка минус 20. Очень приглянулась куртка из кожзама. У нее интересный цвет, достаточно красиво оформлены пуговицы. Она в хорошем состоянии, но цена оказалась не очень бюджетной. 550 гривен. Все равно решила вам ее показать. Также очень большое количество верхней одежды, которая вроде бы сейчас не по сезону, но тоже нам нужна. Очень понравилась модная куртка а-ля рубаха такая в клетку. Красная клетка постоянно качует из коллекции в коллекцию, но цена тоже была такая достаточно небюджетная. 550 гривен. Нужно ждать скидок, потому что за полную стоимость, я думаю, покупать на секонд-хенде такого плана вещь, это просто глупо, можно ее купить и дешевле. Ну, это мое личное мнение. Тут уже дело выбора. Большое количество бомберов, они очень разные, и из баллоневой ткани какой-то, и из рубашечной. Стоит 350 гривен, как видите, очень неплохой. И, конечно же, на этом секонд-хенде огромное количество детских вещей. Ну, их столько, что даже показать все невозможно. Посмотрите на этот тренч. Это малюсенький тренч на маленькую девочку. Но такая красота выдержать невозможно. Знаю, что очень многие из вас любят джинсовые шорты, и так как сейчас жара и лето, и хочется открыть свои ножки, я просто обязана была вам их показать. Здесь их такое количество девочки. Они из абсолютно разного денима, они разных цветов, они украшены очень интересными и камушками, и бусинками, и разного рода фактурными тканями. Они вываренные. Есть разноцветные шорты, есть однотонные, есть конкретно пляжные варианты, есть, в принципе, для ношения в городе. Хотя я вам скажу честно, я в обычной жизни шорты не ношу, но это личное мое предпочтение. Но если вы, например, собираетесь в отпуск, и вам нужны какие-то шортики, зачем их покупать в Заре в Бешке, если можно купить их на секонд-хенде просто за 3 копейки. Девчонки, не переплачивайте. Здесь такой выбор, что мама дорогая. Я вам однозначно рекомендую приходить за такими вот штучками на секонд-хенд и поберечь свой кошелек для более стоящей покупки. Мне кажется, это абсолютно правильно и выгодно. Зачем девчонке платить больше? Мне вот эти очень сильно понравились напоследок. Если бы я носила, я бы их точно взяла. Ну что ж, вот такой вот была наша сегодняшняя примерка. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх, мне будет очень приятно. Оставляйте какие-то комментарии, ведь это безумно важно для продвижения канала. Канал молодой, очень хочется развития. Да и просто так мне будет очень приятно с вами поболтать в комментариях. Я, как всегда, не прощаюсь, а говорю вам до встречи в новых примерочных. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok